Ну, я здесь согласен со своими коллегами, когда говорят не верю, я тоже не верю, потому что у нас так прощение, что правительство живет в своей плоскости, промышленность, бизнес в своей плоскости. То есть вот, допустим, мы наблюдали после последней революции, когда у нас в Кыргызстане фактически не было правительства полгода, никто и не заметил. И на сегодняшний день бизнес у нас скорее развивается не благодаря революции, а вопреки. Правильно сказали, если бы у нас инвестиционный климат был бы таким райским, где же эти инвестиции за 25 лет? Пока мы не видим бурных инвестиций, не видим, чтобы каждый год здесь предприятия открывались и так далее. Здесь, мне кажется, самая главная ошибка и проблема – это в отсутствии системного подхода. У нас все время власти, правительство работает в пожарном режиме, экономика отпущена, как правильно здесь сказали, по волнам, а правительство занимается затканием дыр в бюджете, решением сегодняшних проблем. Хотя правительство в первую очередь должно обозначить вектор развития, а инвестиции уже потом придут. Допустим, в любом предприятии в коммерческом, если у менеджера спрашивают, каким вы видите свое предприятие через год, через 5 лет, через 10 лет, если он не может ответить на эти вопросы, его увольняют. У нас кто-нибудь может ответить, куда мы двигаемся, куда идет Кыргызстан, каким он будет через год, через 5, через 10 лет. Любой кризис, который приходит на предприятие, будем условно говорить, что Кыргызстан – это предприятие, надо начинать с подсчета ресурсов, что мы имеем на сегодняшний день. На сегодняшний день мы имеем очень богатые природные ресурсы. Территория у нас немаленькая, и то, что у нас 95% этой горы, тоже есть свои преимущества. Но самое главное, чтобы, исходя из этих ресурсов, обозначить вектор развития, у нас что получается? Один день мы говорим, что у нас по пути в Швейцарии мы идем, один день мы говорим, у нас американская модель, третий день мы совсем другой говорим. И бизнес не знает, куда вкладывать деньги, потому что это ежедневно у нас вектор меняется. Если бы, допустим, у нас правительство приняло решение, вот Кыргызстан, мы не можем претендовать, допустим, на валовые показатели Казахстана или Китая, потому что у них и пахотных земель больше, допустим, для сравнения в Китае, допустим, 120 миллионов гектаров, у нас всего 900 тысяч гектаров, даже миллиона нет. И поэтому мы по себестоимости аграрной продукции никогда не сможем с ними конкурировать. Но зато мы можем конкурировать по качеству продукции. И поэтому, допустим, если правительство бы приняло решение, что Кыргызстан будет называться страной, производящей экологически чистые продукты, то вот это и есть вектор наш. У нас получается, один день у нас выступает глава правительства и говорит, у нас курс на зеленую экономику, и второй день он же открывает НПЗ. Как это все сочетается? Это первое, то, что у нас веке системной стратегии развития страны. Второе, привлечение инвестиций внешних. Это прежде всего работа наших МИДов. Как работает наш МИД? Чем занимается за рубежом? Игорь сказал, что в Москве и в России вообще не знают, понятия о Кыргызстане нет. Это та страна, с которой мы имеем самые тесные связи. Где наше посольство? Чем оно занимается? Вообще, чем занимается наше посольство за рубежом? Никто не знает, потому что нет критерий оцены. Вот, допустим, если вы посмотрите сайт МИДа Узбекистана, там все посольства в каждой стране ежегодно отчитываются. Там три критерия оценки, там ничего сложного. Первое, сколько инвестиций привлекло это посольство в конкретной стране. Второе, сколько человек устроили на работу в эту страну гастробайтеров. Третье, сколько студентов обучается в этой стране. Потому что обучение за рубежом, это и есть долгосрочные инвестиции, прежде всего. По этим критериям оценивается посольство, все, нет показателей? Увольняют. Чем занимается наше посольство? Все знают, что они занимаются обслуживанием наших VIP-персон и их детей. А что они приносят для страны? Почему в России не знают про Харгызстан, про экономику нашу? У нас, когда читаешь в интернете, что вот посольство, там не буду назвать в какой стране, устроило день Харгызстана. Там, опять же, благодаря сотрудникам на пике Борсоков, там 30 человек позвали. И об этом будут три года говорить еще. Вот это дни Харгызстана в этой стране. Какая польза от этого? Какие потом от этого... Есть какие-то действующие проекты? Да никаких. Это вот то, что касается МИДа. И я согласен тоже по банковской системе. Любого нашего промышленника или бизнесмена спроси, чего тебе не хватает для развития. И скажут, первое, это оборотных средств. У нас 24 банка в Кыргызстане на сегодняшний день действуют. Где конкуренция между ними? 23% годовых в долларах, если ты хочешь брать под расширение бизнеса. Как на таких процентах можно развиваться? Почему не разрешают сюда заводить банки? Мы разговаривали с представителем одной банка, тоже не буду называть. И сказали, давайте мы наши тракторы в лизинг будем выдавать. Какие проценты вы можете дать для того, чтобы любой человек мог трактор этот взять? Они говорят, 23%. Мы говорим, почему так много? Нельзя что ли снизить ставку? Нет, потому что у нас очень дорогие деньги. Мы сами дорогие кредитные ресурсы привлекаем из-за рубежа. Хорошо, мы договорились в Китае, что под 5% годовых мы фактически неограниченную сумму можем в любой банк сейчас привлечь. Мы говорим, давайте под 5% годовых в долларах мы сюда вкладываем. Вы в долларах же выдаёте под 12% годовых. Они говорят, нет, это дорого, мы же не более чем 2% берём. То есть наши банки на сегодняшний день берут под 2-1,5% годовых, а выдают население 23% годовых. Естественно, у нас нет, поэтому банков много. На такой супермарже сидеть, ещё будут банки открываться. Крыско-Российский фонд развития, собственно говоря, действует как коммунический банк, если, как сказал уважаемый Жван Кэзов, что надо внести 20% от той суммы, которую они дают. Да, у меня вопрос вообще. Вот Крыско-Российский фонд создали. Прежде чем он начал работать, прошёл год. Сняли офис в самом крутом бизнес-центре, там целый этаж. Там бешеные зарплаты у очень непростых специалистов. А потом через год он начал выдавать кредиты, и чем же занимался этот фонд, если они такие критерии выставили, под которые никто не может взять их. А потом они раздали эти деньги КСБ сейчас, АЭЛ-банку другим раздают. А зачем этот промежуточный фонд нужен? А почему этот посредник нужен? А почему нельзя было сразу банки отдать? И тогда не надо эту маржу фонда ставить, сразу под эти же деньги раздавать населению, и будет гораздо больше прибыли и развития. Поэтому мы и не видим развития, потому что правительство в каждом случае начинает накручивать свои посреднические услуги. Спасибо.